Привет, мои биатлонные друзья! Сегодня у нас радостные события в мире биатлона на Кубке IBU. Одержано две победы и в мужском, и в женском спринте. И, в общем-то, конечно, это радует. Вы скажете, ну, это всего лишь Кубок IBU, соревнования второго ранга, вторых составов и так далее. Но прогресс, тот прогресс, который мы видим у наших спортсменов, он позволяет надеяться на то, что и у основной команды также будет прогресс, и лучшие будут приближаться к мировым лидерам. Что мы, собственно, видели сегодня? Это хорошее, очень добротное выступление Антона Бабикова, который не просто одержал победу, но и сделал это в максимально конкурентной борьбе с двумя норвежскими соперниками Ховардом Богетвейтом и Филиппом Андерсоном. При этом Андерсон до последнего момента сокращал отставание от россиянина. И, конечно, тут более поздний стартовый номер был в пользу Антона, и он удержал чуть меньше секунды для того, чтобы все-таки зафиксировать эту победу. Но при этом я отмечу, что Бабиков, имевший периодически проблемы с последним кругом, в этот раз держал скорость по дистанции на протяжении всей гонки. Смотрелся очень уверенно и, конечно, тем самым доказал, что рано его списывать со счетов в плане олимпийских перспектив. Но не думаю, что сейчас, когда уже в мужской команде была проведена ротация, стоит тащить туда и Бабику в Хахфильдсен. Насчет Анси, конечно, надо посмотреть, как выступят там парни, но, скорее всего, тоже нет. С другой стороны, Антон сейчас выступает в роли страхователя основного состава. Я сегодня замечательно себя чувствовал. И основной моей целью на сегодня было сосредоточиться на стрельбе и показать тот уровень стрельбы, на который я способен. Поэтому стрелял очень медленно, но удалось справиться с ней. И оставалось только потерпеть на дистанции. Спасибо всей моей команде, потому что меня гнали на каждом метре дистанции буквально. И это дало мне возможность сегодня победить. То есть, если кто-то посыпется, не выдержит, он всегда будет готов войти на замену. Ну и кроме того, у нас по критериям отбора один человек, призер Кубка IBU, освобождается на следующий этап. Это может стать вполне и Бабиков. И тем самым завоевать себе право на участие на немецких этапах Кубка мира. Но, в свою очередь, кто-то из основной шестерки сейчас будет слабым и отойдет назад. В любом случае, это выступление Бабикова показывает, что у нас уже вот есть семь претендентов на олимпийскую путевку. И нету там фамилии Елисеев, нету там фамилии Гаранчев. Оказывается, видите, как есть кому бегать и без них. Сегодня порадовал и Ильнас Мухамедзианов. Он показал второй чистый ход. При этом очень сильно прошел последний круг. Конечно, у него еще есть резерв в плане стрельбы. Стреляет Ильнас достаточно долго. Но, тем не менее, он порадовал. И, конечно, на фоне этого катастрофически слабый ход Евгения Гаранчева. Если в прошлом году для него было нормально приехать 11-м с нулями, проиграв минуту лидером на Кубке мира, то сейчас он показывает такие результаты на Кубке IBU. И это уже не нормально. Но, тем не менее, вот так. Ну, Поршнев Никита совсем потерялся. Видимо, болезнь по нему сильно ударила. И, конечно, надо ставить вопрос о замене. Понятно, что в Норвегию ввести спортсменов, как объяснил Сергей Аверьянов, глава пресс-службы, сложно по той причине, что там 10-дневный карантин, долго оформлять оружие. Это понять можно. Но тут будет пауза. И к обертильяху можно будет провести перестановки в резервной команде у мужчин. Мы видим, что там бегать некому. У нас остаются Бабиков, Мухамедзянов. Ну, ладно, Гараничев, пусть бегает все-таки. 11-е место, это не так уж плохо. Тут его место не вызывает сомнений. Ну, а дальше остальных-то надо привозить из России, получается. Ну, или Сев, если готов пробежать четвертый. Еще двое. То есть Стрельцов и Поршнев абсолютно не готовы. Поэтому, конечно, надо брать и Цветкова, и кого-то еще там. Иванова, Плицева, кто сейчас в форме находится на всероссийских стартах. В женской гонке сегодня тоже интересная была борьба до самого финиша между россиянкой и норвежкой. И, что примечательно, вновь завершилась в пользу россиянки, которая выиграла, ну, так же одну секунду за счет более позднего стартового номера. Но здесь надо похвалить Анастасию Шевченко. То есть, если в суперспринте ей не хватило финишного рывка, финишного ускорения, то здесь она распределила силы грамотно. И последний круг прошла сильнее всех. При этом общая скорость у нее на уровне также талантливой французской экс-юниорки Софи Шоуо. И Стина Нильсон, которая так и не закрепилась на Кубке мира, шведская лыжница. Но бегает сейчас с лучшим ходом на соревнованиях рангом ниже. Хотя тоже не блещет и из-за плохой стрельбы не поднялась выше 26-го места. Шевченко опередила Каролину Эрдаль в борьбе за победу и француженку Полин Ботте. Ну а в свою очередь успешно также выступила Екатерина Носкова, которая с одним промахом показала лучший результат среди остальных наших участниц. 44 секунды проиграла, шестое место заняла. То есть, в общем-то, надо отметить и на последнем круге. Катя прошла хорошо, отыграв три позиции. Совсем другой расклад по Евгении Буртасовой. То есть, если в Идре она еще выглядела бодро, попадала на подиум и оставляла какие-то надежды на прогресс, то сейчас мы видим, что ее уровень просто не соответствует прошлогодним стандартам. И подготовка в группе Куваева не пошла ей на пользу. Заметное отступление за падение скорости на последнем круге. И только 25-й результат с одним промахом. Проиграла даже Гореевой. У Гореевой вот какая-то катастрофа со стрельбой. Меньше трех промахов она в спринте просто не делает. Да, тут, конечно, сыграла роль и замена винтовки. И какие-то пробелы, видимо, были в стрелковой подготовке. Она ходом нормально себя чувствует. Вот шестой у нее ход сегодня. У Шевченко третий. У Носковой девятый. То есть, в принципе, все нормально. Но при этом Гореева не может бороться за высокие места на кубке IBU, чтобы претендовать на какое-то повышение в классе. Да и какой смысл ее ввести туда, если она будет мазать больше всех и не будет попадать там даже в пасьюты с такими результатами. Поэтому пока вот надежда, которую преподносили нам как-то наше будущее, наша тут главная надежда, оказывается разочаровывающая. И Казакевич, и Гореева. У них у всех одни и те же самые проблемы. Стрельба, излишнее ожидание, излишняя лояльность тренеров к ним. И, как видим, все попросту валится из рук. То есть, нельзя даже сказать, что нужно Гореевой сделать, чтобы претендовать на олимпийскую путевку. Ну, Шевченко, например, может пойти на ротацию с Казакевич или Воснецовой. Даже после перед Анси. То есть, она уже заслужила. Но, с другой стороны, Шашилов вряд ли будет менять одну свою воспитанницу на другую. Воснецову, может быть, и обменяет, а может и нет. Может, Шевченко вообще поедет спокойно готовиться к январским этапам, куда она уже завоевала право, как победительница гонки. Спокойно подготовится, отработает сбор в Антхольце и будет выступать уже в Оберхофе. Почему бы и нет. Но, с другой стороны, тут претензий нет ни к тренеру, ни к кому. Анастасия объективно показала свои лучшие результаты. Поэтому, вот такой был для нас день. Хочется верить, что и на Кубке мира завтра будет тоже весело, интересно и с определенными успехами для нашей команды. Чего я им и пожелаю. Ну, а вы, мои дорогие друзья, не заходите на штрафные круги и подписывайтесь на наш канал.